А чем нам так важна вот эта страна? Папа Новая Гвинея, да? Где Россия, где Папа Новая Гвинея и уже прошло там больше полутора веков с тех пор, когда Миклуха Маклай, ваш предок, в общем-то, оказался на этом острове и провел там энное количество времени, отстаивал права местных жителей, папуасов и, в общем-то, боролся за независимость этого острова. Ну, во-первых, Россия это все-таки великая держава, которая имела и имеет право дружить со всем миром. Это один из самых важных показателей. Например, российские моряки, когда отправлялись в плавание, задачей их было не завоевывать земли, а изучать. Поэтому продолжение того наследия, которое есть в нас, в россиянах, в русских людях, это очень важное качество, потому что тем самым мы продолжаем себя и тот дух, который есть у нас. Дело в том, что действительно Миклуха Маклай боролся против угнетения этих народов. А насколько актуально это сейчас? Сейчас это очень актуально. Именно эта идея родилась у россиянина. Именно эта идея, которая говорит о гуманизме, защите темнокожего населения от порабощения, родилась именно у русского человека Николая Миклуха Маклая, который боролся за эти права. Сейчас, в то время, когда сносят все памятники, памятник Миклуха Маклая сохраняет и выстраивает, и желает изучать русский язык. Те люди, которые сейчас хотят быть самой богатой черной нацией, именно они себя так называют. Джеймс Марапа, продвигающий сейчас новую экономическую политику, в которой действительно России есть место, он хочет именно сделать так, чтобы папа в Новогвине стала самой богатой черной нацией. Второй момент. Помимо того, что мы сейчас с вами упомянули, у России есть одно из самых богатейших наследий по изучению океании. Это нам кажется, Советский Союз очень много вкладывал в то, чтобы иметь дружественные связи с регионом океании. И поэтому советская экспедиция, которая была в 71-77 годах Российской Академии Наук, прошла не только острова Новой Гвинеи, но и острова океании. И океания это вообще-то 30% мирового, 30% площади нашего земного шара, так чтобы мы просто понимали. 30 тысяч островов. Остров Новой Гвинеи находится на перепуте торговых путей. Он интересен, начиная от китайцев, заканчивая американцем, австралийцем, которые вкладывают и которые дают достаточно много денег, в том числе и во время ковид, в помощь папу-новогвинейцев. В период, когда всего лишь 8 человек заболело в папу-новогвинее, МВФ беспроцентно дала около 300 миллионов долларов папу-новогвиней, а в МВФ в то время стояло огромное количество стран. А как вы думаете, почему? Да потому что это очень серьезный, интересный регион для развития, в который нужно вкладывать действительно для того, чтобы развивать его и с точки зрения использования природных ресурсов, и с точки зрения экономики. Он немножко задержался, да, действительно задержался, потому что 40 лет всего лишь этому государству. 40 лет независимости, а это в первую очередь говорит о том, что только сейчас они начали получать достаточное образование. Потому что если мы даже привезем хорошие технологии, то эти технологии, если мы не имеем достаточного образования, не сможете использовать все население. Например, интернет приложили только сейчас хороший. Но интернет, наверное, только в городе, в столице есть, да? Он есть повсеместно. Вопрос какой? То есть мы можем отправить какую-то смс-ку или какую-то связь в некоторых местах, она действительно отсутствует. То есть, к сожалению, сейчас папа у Новой Гвинеи, несмотря на то, что имеет огромный потенциал, она еще не набрала обороты.